Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка У нас сегодня проводят такие наступные утонации, сейчас собираемся на азарх, забываем! Вот такие игры в один мяч, и сангой там, какие-то уничтожения. А это у нас не болит. Ну и гравців гейкманат. Шестопалов с колесником. Шестопалов, колесник можно забывать, а Богдан Ледник реагирует. Это пострел. Лапский. Лапский вперед. Лапский обиграю 3, 2, уже 4. И сейчас момент! Небезопасно пробивает. И штанга. Требен. 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 Забиваю. Легче шестопалов. Саньяк с левой ноги тайм-аут берет команда в руки. Не забывай. Олексій Штанько забываю мяк. Так они устали, их пять. Передача Фред прямо на вертаря. И який мяч забываю Дмитро Юрко. Три-три рахунок. Я ж таки тільки котовий, зараз знову буде Юрко пробивати. И дивіться, який момент еще Дмитро Юрко. Штанки Павлов. Зачем на партнера. Грається, розіграти. Грається, розіграти. Грається команди Гетьмон. Колесник. Єеееееее. Все глупо. Цим Колесник забиває четвертий мяч для команди Гетьмон. Вибрав мяч втерничний. Три в одного, выходи, пом Twitch захищайте, раз и двух. Игорь Зинь. Разбежи. Колесник пробивает. Зараз курсан взятник спасает. Гравцы команды Бруклин. И сейчас Олексій Штанько набирает хит. Можно пробить из носа. Пробивает. Олексій Штанько сейчас убежит на один-два моменты. И вот как сейчас может быть Олексій Штанько. И поруч со стикой. Матч, время! Завершился поединок между командами Бруклин и Гетьман Киев. Я всегда готов. У меня есть чего сказать на камеру. Как и судим, так и игрокам. Ну что ж, у нас в кадре Игорь Криворучко, играющий и тренер, можно сказать, и капитан когда-то, и сейчас. Команда Гетман сегодня победила. Ваша команда, как вам матч, в принципе, получились, я вот слышал, много подсказок выдавали своим партнерам. Получается у вас что-то или все-таки не получается, есть над чем работать? Вот сегодня победили за счет тактических каких-то наработок или вот соперник устал, например? Как думаете? Ну, выиграли, скажем так, выиграла основная первая четверка тактический, который сделал игру. Ребят, которые выходили во второй четверке, скажем так, мы с ними работаем, подключаем к играм, чтобы они набирались опыта. Потому как бы больше всего подсказывал я второй четверки, даже на самом пятерке, там пять человек выходили. Вот, в принципе, игрой доволен в целом, да, то есть мы победили, взяли в копилку три очка, а также прекрасно. В принципе, игра хорошая получилась. Единственное, что команда Бруклину грубо играла, соответственно, на их грубость мы отвечали тоже грубость, а может быть и вдвойне. Ну, то есть многие, кто играл против нас, знают, что мы команда фарфлея, мы стараемся играть без фола, вот, стараемся играть чисто. Но, как говорится, если нам бьют по ногам, мы тоже будем бить по ногам, но и в ответ мы еще будем забивать его голы, доказывать то, что мы не только умеем бить по ногам, мы умеем забивать, выигрывать и переигрывать. Возможно, усталость казалась на сопернике, они уже в конце начали просто уже, вот, ноги не слушали, где-то уже начали вставляться, неаккуратно играть. Их было все-таки 5-40 минут играли, знаете, когда язык на плечах уже... Ну, я вам скажу, что так, что можно и без замен, команды бывают, играя 3 в поле, 1 в воротах, выиграют команду, у которой там 3, 5, 10 четверок. То есть на моей практике я играл в команде, меня попросили играть, где мы вышли в финал кубка одного турнира. И нас на поле вышло 3 в поле, 1 в воротах, там команда соперник была 3 полноценные четверки плюс 2 вратаря. В итоге мы выиграли со счетом 4-1, учетом, что это наша была четвертая игра за этот день. То есть там был экспресс-кубок, ну, то есть говорить, что мало, устали и потому проиграли, нет. В зависимости, как команда настраивается на игру морально. Я понял, Игорь. Ну, с победой у вас. Желаю побед дальше. Спасибо. И настроить порядок команды. Алексей Штанько, уже вот уставший, с языком на плечах, можно сказать. Леш, ну, изначально вы в пятером прибыли на игру, видно уже было, что тяжело. Ну, это нельзя скрыть. Но молодцы, вы сравняли тогда, когда уже, в принципе, мы думали, ну, вот все вокруг думали, что, ну, все, Бруклин в пятером не выдержит. Но вы показали характер. Чего не хватило замен, наверное, сегодня? Да, не хватило замен, не хватило где-то реализации. Да, кстати, моментов куча была, и у тебя лично тоже. Ну, моментов уже, ну, у меня было в конце много моментов. Ну, там 2-3 точно было, но уже уставший, поэтому где-то не летело, где-то физики не хватило. Но, в целом, ну, ребята... Как игрой? Довольны вообще? В целом, да, на характере пободались, так сказать, при счете 3-1 все-таки вытянули 3-3. Ну, а в втором тайме все-таки усталость отказалась. Как соперник вообще? Как вам? Понравилось, не понравилось? Вот часто я вас спрашиваю, и вы отвечаете там ни о чем, например. Как сегодня? Есть о чем или нет? Нет, соперник в целом неплохой. Бывали у нас и посерьезные соперники такие, как Енюс Маркетинг тот же. Ну, ребята молодцы, они перемещаются хорошо, в принципе. У меня две четверки, поэтому заставили побегать. Покрутили позвонки. В конце уже язык на плечах у вас был. Ну, что, сегодня все в баню пошли, не знаю, там, в кафе куда-то, в паб. Почему у вас только пятеро, не знаешь? Ну, кто-то... Заболели. Кто-то домой уехал, кто-то работает. Поэтому всех... по причине... Разные. Да, да, да. Ну, желаю на следующий раз вам хорошего сбора и победы. Это самое главное. Всего наилучшего.